Данилевич, вот как ты думаешь, собака друг человека или человек собаке друг? Собственно, никакой разницы не вижу. Ну как же, ну вот в первом случае ты дрессируешь собаку, во втором она тебя. Да ладно, думаешь так бывает? А вот давай узнаем, кто кого действительно дрессирует у девочки, которая не только понимает собачий язык, но и может научить собаку танцевать. Встречайте Александру Салей, победительницу чемпионатов по кинологическому фристайлу. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. А кто это такой с такими добрыми ушами, добрыми глазами и хвостом? Это Ганс Малина, бельгийская овчарка. Он знает очень много команд по послушанию и может охранять территорию. Он может по запаху найти вещь преступника. Серьезная собака, да? А у вас с Гансом есть какие-то общие победы? Да, есть. Первое место по послушанию и первое место по задержанию. А как ты с ним справляешься? Он же почти с тебя ростом. Реально. Ганс, лежать! Мне надо переодеться. Конь, 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 конь. Молодец! Даже я стал тебя слушаться, честное слово. Я теперь вижу, действительно, первое место по послушанию. Ко мне. Рядом. 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 Молодец. Давай рядом. Молодец. Саша, а ты меня научишь так? Да, научу. В таком случае я пошел готовиться к первому уроку, а ты пока что научи и Андрея Данилевича тоже слушаться, а то иногда как взбрыкнет что-то такое. Начнет у меня выигрывать. Так и не остановить его уже, этого Данилевича. Прошу тебя, Саша. До встречи на этой сцене. Судя вот по реакции Ганса на Даманского, Даманский не понравился ему, да? И лапу не подал даже ему. Собаки, которые должны поймать преступника, они должны давать лапу. Какая, по твоему мнению, команда для собак самая сложная? Рядом. Ее мало кто может сделать. Собственно, Ганс лучший в этом деле, да? В послушании. Вы выиграли с ним первое место. Да. Ты его тренировала? Я и папа. Ты не папа? Ну, вообще я. Кто был твоим первым учеником? Сверчнал Таркать. Я ее научила бегать, аджелить и танцевать. А вот вообще успех или победа вот на таких соревнованиях от чего зависит? От породы собаки, от ее таланта или от таланта учителя? Учитель должен быть терпеливый. Самое главное, он должен любить собаку. А собака должна быть талантливая. Собаки знают 250 слов и жестов, и они понимают, как считать до пяти. А самая умная порода считается бордер-колю. Она может быть поводором для слепых. Как раз подумывая о том, не завести ли мне собаку. Давай я буду тебе показывать картинки пород собак, которые мне наиболее симпатичны, а ты мне расскажешь, в чем уникальность той или иной породы, какие умственные качества и характеристики. Хорошо, чтобы я мог определиться. Договорились? Пойдем. Подобрал я тут пару пород собак. Вот не могу определиться, какую из них взять себе и с какой начать заниматься. Итак, первая порода. Признаюсь, мне она так вот наиболее симпатична. Это немецкая овчарка. Они часто снимаются в фильмах, она хорошо ловит преступников, и она часто используется в полиции, и она очень любит детей. Это интересно. Мне подходит, пожалуй. Следующая порода. Боже, какие милашки. Это лабрадор. Они уравновешенные и хорошо плавают. Как они в аджилите? Не видела, чтобы такие бегали. Их этому очень тяжело научить. А плавают хорошо? Да. Ой, мне это подходит. Я тоже люблю поплавать. Можем заплываю вместе с ними, отправляться. Это тверчная. У меня таких и дома больше 30. Они очень веселые и очень активные. Дома у тебя таких более 30? Да. Представляю, как у вас весело и активно дома. Саша, огромное тебе спасибо за всю эту информацию по породам. А как родители относятся к твоему увлечению? Они тоже имеют отношение к дрессировке. Мама тоже хочет бегать, отжилить и танцевать. Здравствуйте, мама. Здравствуйте. Оксана, скажите, а кто в вашей семье пользуется самым большим авторитетом у ваших собачек? Всегда пользовался больше, конечно, папа авторитетом. Но в последнее время у него появился достойный конкурент. Это наша Саша. Собаки ее очень любят, и она легко находит общий язык с каждым из них. Какое качество необходимо иметь человеку, чтобы собака его полюбила? Он, прежде всего, должен быть справедливым к животному. И тогда собака будет верить, и они найдут общий язык. Потому что послушание – это общий язык между собакой и человеком. У Саши очень хорошо получается ладить с животными. Так не получается у многих опытных и зрелых кинологов. Поэтому у нее очень большое будущее. Ну, а сама ты уже размышляешь о своем будущем? Да. Я хочу быть ветеринаром и дрессировщиком собак. А другие увлечения у тебя есть какие-то еще? Хочу пойти на китайский. Чтобы ездить в разные страны, я могла разговаривать с англичанами. С англичанами на китайском? Да. Или их научить. Скажи, а вот для тебя собака – это кто? Друг. Настоящий. Саша, я желаю тебе, чтобы настоящих друзей у тебя было как можно больше. Хочу пригласить сюда на эту сцену своего друга Андрея Даманского. Ты пообещала ему, что научишь дрессировать собаку. Интересно, как это у него получится. Давай поприветствуем Андрея Даманского на этой сцене. Снова привет, Саша. Выходи ко мне на сцену. Я готов к встрече с твоим Гансом снова. А что с Гансом? Он похудел, как-то осунулся. Это же не Ганс, этого зверя по-другому зовут. Это Катя. Катя, очень приятно. Попищите, попищите игрушкой. Вот так. Смотрите, я её зафиксировал, Саша, смотрите. А что, мне всё время так нужно делать? Давайте, например, сделаем верть. Не бойся меня, Катя. Катя, верть, верть, молодец. А давайте я попробую повторить, Сашенька. Давайте. Катя, верть, верть. Нет, она не хочет делать верть. Ой, смотрите. Молодец. Молодец. Молодец, Катя, мы с тобой танцуем. Ура! Смогу я что-то сделать с Катей красивое, танцевальное? Как вы думаете? Назад. Вот так получится у меня сделать? Это очень лёгкая команда. Это очень лёгкая. Катя, назад, 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 назад. Она не хочет назад, Катюша. У меня есть мячик. Я дружу с Данилевичем. О, я дружу с Сашей. При слове Данилевич собака начинает пятиться назад. Катя смотрит только на Сашу. Со мной она танцевать не хочет. Молодец. Может, она потанцует с Данилевичем? Давай, давай, вертеться. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, давай, давай. Сашенька. Ну, у меня сложилось впечатление, что всё-таки больше Катя меня дрессировала, чем я Катю. Она танцует какие-то модные танцы. Есть кинологический фристайл. Это когда собака танцует под музыку с трюками. А есть движение рядом под музыку. Это когда собака ходит рядом в разных положениях под музыку. Прекрасно. А ты сможешь нам вместе с Катей это показать на сцене нашей? Да. Можешь? Здорово. Адайди. Адайди. Смех. Смех. Ад. 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 И вот. И вот. Твист. 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 Уда. Смелаясь. Смелаясь. Аппи, аппи, аппи. Место, место, место. Молодец. Молодец, да. Браво! Замечательно, Сашенька. Молодцы. Замечательно, маленькая Катя. Саша, мы впечатлены твоим талантом. Ты прекрасно находишь общий язык с животными и можешь научить их самым невероятным трюкам. Мы желаем тебе огромных успехов, послушных учеников и на память об участии в нашем шоу вручаем тебе медаль и дарим подарок, о котором ты мечтала. Медали и подарки в студию. То самое чувство, когда ты круче всех, то самое чувство, когда ты на волне. Тебе медаль дадим. Медаль. Аппи, аппи, не дадим. Медаль. Медаль. Аппи, аппи, не дадим. Медаль. 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 Саша.